Вот так по-настоящему торжественно началось раннее осеннее утро в 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде. Школьников, прибывших на День открытых дверей, приветствовали звучанием оркестра. Такое мероприятие здесь проходит не впервые, и каждый раз внимательные военнослужащие организовывают очень интересную и захватывающую программу. У нас проходит День открытых дверей. Эта акция у нас проводится регулярно, несколько раз в год, где детишкам дошкольного возраста, школьникам нашего города, района, области представлены образцы вооружения, техники, воздушно-десантной техники, формы одежды. Также в клубе части показаны мультсериалы патриотической направленности и проводим экскурсию в музей по территории воинской части. Какой же десантник без прыжков с парашютом? Поэтому в начале мероприятия ребятам рассказали о его устройстве. Учащиеся узнали о том, как укладывается парашют, сколько времени на это уходит, а главное, как он используется. Затем школьников ждала презентация военной техники и оружия, которая вызвала искренний интерес у собравшихся. Огромная честь прийти сюда снова и снова и привести своих учащихся в целях военно-патриотического воспитания, поскольку сейчас в наше время это очень актуальная проблема, актуальный вопрос для подрастающего поколения. И мы хотим передать, в том числе и с военнослужащими 38-й бригады, передать все самое передовое, все самое главное для их будущего. Не менее интересной частью мероприятия стала демонстрация военной формы десантников, которая отличалась своим разнообразием. Здесь присутствовала экипировка на случай маскировки, проведения разведки и многих других операций. Военнослужащие поделились своими знаниями, связанными с ее применением на практике. Мой костюм предназначен для маскировки в специальных местностях, как раз таки для осени, либо какой-нибудь густой листвы, для выполнения боевых задач. Костюм состоит, в принципе, из плотной ткани, которая подходит как раз таки под обычные массивы. Грудная разгрузка, в которую можно положить так же, как и гранаты, можно положить дополнительные магазины на пистолет, на автомат, если такого можно дать найти. А также с собой нож и портфель на 40 литров, который предназначен для воды, еды, или чтобы можно было куда-то прийти, при этом с собой взять запасов и побольше патронов. Костюм «Сокол» является четвертой класс защиты, предназначен в основном для проведения разведки местности. Для разминирования используется совершенно другой костюм, то есть в основном просто если ты нашел мину, ее потом, получается, сдергивают кошкой, ну то есть чувствую разведку, костюм разведывательный тип. Миноискатель «Гарретт», глубина поиска около метра и радиус тоже ширина около метра. В рамках мероприятия была проведена экскурсия по военному музею, в котором ребятам рассказали о боевом пути части, и каждый из них смог проникнуться ее историей. Учащиеся остались под большим впечатлением и поделились своими эмоциями. Мне здесь очень сильно понравилось, здесь очень много впечатлений, особенно автоматы, собаки, парашюты, это очень классно. И я хочу, чтобы другие здесь тоже все побывали. Очень интересные все оружия, можно подержать, поднять, посидеть во всякой технике боевой, парашюты, все это, как нас встретили, тоже классно. Очень много техники представлено, очень много оружия разного, ну очень в хорошем состоянии, разные интересные выставки показаны, ну очень много техники, вообще очень интересно было. Тут классно, много с чего можно посмотреть, ну супер, не знаю, нет слов. Заключительной частью мероприятия стало посещение военного клуба, где выступил специальный военный ансамбль. В его исполнении звучали прекрасные песни, которые подарили зрителям радость и отличное настроение. Все остались в восторге от услышанного и получили массу положительных эмоций. Наталья Хомич, Александр Воронин, Юрий Льмонтович, телекомпания БукТВ.